Ну что, друзья, началось. Вероятно, что людей из Новосибирска, Омска, Томска и всяких таких областей, где холодно, это не удивит. Но у нас первый снег. Ну так, условно, первый. Потому что, конечно, он чуть-чуть был, но не в таком количестве. На улице минус два. Вот сейчас открыл окно, резко холодно, конечно, стало. Ну, выглядит прикольно. Тач завалило. Действительно, первый снег настоящий. Сколько тут? Ну, сантиметра три, наверное, нападало в течение дня. Но я предварительно ее, как обычно, включил. Поэтому она достаточно быстро оттает. Я не буду сейчас заниматься чисткой. Главное вот тут сделать вот такую полоску. Лайфхак. Все водители об этом знают. Чтобы не летело внутрь ничего. Знаешь, да, что надо сделать? Давай, я сделаю. Ты потому что без перчаток, а я уже начал это делать. Вот две полоски вот такие. Это интуитивно, понятно. Все, присаживайся. Сейчас мы поедем традиционно покатаемся. Послушаем музяку, кофе попьем. В тепле и комфорт. В машине темнота вообще. Темнота. Вообще ни кера не видно. Можно свет пока врубить. Он уже тут есть. Все подогревы. Лобовухи. Зеркал и прочее, прочее. Ну вот чуть-чуть посидеть. Я, конечно, не могу сейчас поехать. Я уже на дороге успела находить. Ну да, как перхоть. О, смотри сколько. Ну это хорошо, когда такой снежок, он типа рыхнет. Ну только упал, конечно. А когда знаешь, ты приходишь, у тебя там просто несколько сантиметровый слой льда. Да, это не очень. Я единственное, знаешь, что... Тебе еще покажу. Надо включать сейчас сервисный режим. И вот то, что там снизу, вычищать мне руками. Почему? Ну потому что у меня щетки нет. Они до конца не могут упасть, когда там снега внизу много. Понимаешь? Он не сразу поставил. Ну не ждать не охота. Специально снимаю этот кусочек видео, чтобы посмотреть, влияет ли снег на картинку. Должно быть гораздо светлее. Фиг его знает, сработает или нет. Потому что у меня маленький экранчик. Но проверим потом на монтажке. Да, Катюх? Ага. Кину тебя снежок? Нет. Ну давай кину. Не в этом барашке, пожалуйста. Ну смотри какая тут стоит машина. Так и вот хочется снять снежок и кинуть тебя, а? Давай. Беги от меня. Нет, ну... Друзья, я записываю этот кусочек спустя два дня после предыдущего. И снежок у нас сохранился. То есть я-то думал, что пройдет день, как обычно, все превратится в лужи. Но он так и лежит. Причем он стало гораздо больше. И это прекрасно. Он еще достаточно чистый. На машину тоже нападало. Нет, тут уже сосульки даже на машине. Я вылез для того, чтобы камеру протереть. И вот тут хотел еще посмотреть. У меня скопилась водичка. Не открывается. Ну да, он, видите. Блин, у меня еще и нету щетки для того, чтобы все смахнуть. Поэтому вот так вот тряпочкой более-менее протру, чтобы не руками. Варежек у меня тоже нет. Так, ладно, будем присаживаться. Я сейчас вам фокус-покус покажу. В прошлом году он уже был. Он вам показан. Надежи, Катюх. Очень холодная вода. На улице минус 4. Смотри, сейчас шлепнем, и она замерзнет. Видишь? Смотри, прям идет как. Ночью-то такого эффекта не было. Прикольно? Да. Все. Ледыха. Да, прикольно выглядит вообще. Клево. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой нестандартный запрос. Можете сделать латте, и туда бахнуть мороженое. Мороженое я куплю. Мы вчера вам так делали. Да, да, я снова к вам приехал. И капучино. 6 креветок. Какие соусы? Сырный. И сырный соус. Угу. Сиропчик еще хотите добавить? Не, не, не нужен. Заказ вареный? Да, да. Проезжайте на оплату, спасибо. Спасибо. Вставляешь, мы попали на ту же смену, как и вчера. Катька такая говорит, хочу латте, только чтобы мороженое было. То есть не глиссе, а именно латте. Потому что глиссе, меня видно, да? Глиссе делается на основе американо, то есть это кофе и вода. А я не люблю американо вообще, я хочу кофе на молоке, плюс еще туда сверху мороженое. Не, не, не пользуюсь. Я просто не люблю крепкий кофе. Вчера просто мы приехали, им сказали, что нам нужны латте с мороженым, там вся смена угорала. У них еще вот эти наушники висят, они друг друга слышат, они там все угорают, но мы это тоже слышали. Они сначала не поняли, типа, что это у меня, зачем так? Вот это я, конечно, угол выбрала. Ну, то есть для показа объема в тачке, в динамике, там, движения, круто. Да, но сейчас я нос закрою. Ну, в лоб я так снимать не буду. Я сейчас покажу нос. Я сейчас свой покажу нос. Давай, да. В общем, нет, тебе надо к углу, наоборот. На, ты меня сними, покажи. То есть очень сильно искривляет все. Кусе, какой ты там стрелок. И вот это такое круглое у меня сиденье. Да, и у него спина такая прям, ух. Все, ладно, хватит баловаться. Катюшку заставил старые стаканчики выкинуть, которые мы не допили. И взяли новые кофейки. Смотрите, какие симпатичные стаканчики теперь во вкусную точку. Новый год, все дела. Кривитался. Держи. Спасибо, надеюсь, они будут вкусные. Просто вчера была в Бургер Кинге. Не хочу, конечно, обсирать Бургер Кинге. Там очень вкусно. Но я была прям поздно вечером перед закрытием. И они, походу, как-то, не знаю, расслабились. Они сделали их прям темно-темно-коричневыми. Прям обжаренными. И внук падлу было. Наверное. Плюс они были влажные. Как будто они проезжали в коробке час. И знаешь, под паром они все размокли. И так невкусно было. Блин, зря купила. Я их почти не съела. Ну, куда вы это заценили здесь? Зато там офигенное мороженое с клубникой. То есть там настоящие кусочки клубники. И шоколадным печеньем. Крошкой. Давай пробуй. Ну, такие они тоже, я тебе хочу сказать. Ну, намного лучше, чем было там. Хрустящие. Свежие. Не пережаренные. Мне нравятся. Сосули прям посередине камеры, смотрите. Как выбрала прям, где ей капать. Наконец-то выходные дни. Ребят, я очень запарился на этой неделе. Вы это заметили. Потому что я практически ничего не снимал. Закончил вот влог большой из Санкт-Петербурга. И домашек толком не выходило. Ну, ничего. Сейчас у меня чуть полегче будет. Ток у меня ничего не записывал. Зато у Кати будет материал. У нас выходной день, мы ебланем, ничего не делаем. Вот поели. Я зашел в Айкас, купил себе стиков. Все. Ну, а остальное там всякие женские штучки. У Катюхи потом смотрите. Спаем в Макдональдс, кофейку возьмем. Вкусная точка. Бляка-муха, когда я уже выговорю это, а? Запомню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто хочет тебе снег уронить? Нет. В твоей классной новой шубе? Нет. А такой красивый снег? Давай. Вот сюда. Вот сюда. Я бы тебя сейчас обтурвал в тюрьму. Да, пожалуйста. Знаешь, какая я хорошая девушка? Знаешь, какая? Я ножки отбиваю, прежде чем всю эту машину. Молодец. За эту пятюню. Надо заехать еще на заправку. Слушай, Катюня, у меня 110 км и осталось. А, ну мы сейчас, смотри, туда прямо направо, там как раз луквы. Точно? 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 Господи! Мы на тест-драйв заехали в еще одну вкусную точку, которая на Ярославке находится. Ну, самое популярное место. Не знаю, здесь тысячу раз было. И попросили молоте с мороженым. Все получилось. Только пришлось подождать минуты три. Она, тетка, которая принимала заказ, говорит, ой, это мне надо им сказать. Ну, в итоге все успешно. Вот стоим, ждем. Вот так это выглядит, смотрите, друзья. А где мороженое-то? Внутри. Думаю, покажи, там будет все такое красивенькое. Ни хера подобного. Так, что-то я уронил, пока я ехал тут. Нет, телефон. А, нет, кошель выпал. Так. Все-таки мне надо в ближайшее время помыть машину. И на следующих выходных я записался. Надо масло поменять, фильтр салона, воздушный фильтр и проверю колодки передние. Задние у меня нормальные точно. Вот по передним, ну, я хер знаю. Сейчас-то точно ничего не увижу. Потому что последний раз менял я их в Сочи. Уже прошло достаточно много времени. И все-таки мы планируем, да, на Новый год куда-нибудь скататься. Пока не знаем. Но все равно нам в поездке точно нужны крепкие тормоза. Поэтому я всегда за этим тщательно слежу. Ну, а Катюха сидит тут такая безмолвная и пишет все свои посты. Я не посты пишу. Просто сегодня Аня меня звала на съемку и сказала, что у меня дела. И сейчас я написала пост о том, что я весь день с тобой гуляла. И она такая занята она была. Я хочу не дорогу записать, а просто рассказать, что постоянно темно. Вот когда начинается у нас глубокая осень и зима, все, контент весь постоянно темный. Потому что я не успеваю, условно, выходные дни. Вот смотри, встал в 12, да? Вышли из дома в 2. Пару часов прокатились, хоп, уже темнеть начинает. Ну, это выходной. А в будние дни мы каждый раз катаемся. Просто вот как записывать нам ежедневные влоги? Ну, мне-то понятно. Я не работаю, могу днем выходить, там, снимать что-то. Ну, или дома записывать. А мне да, вообще отстой. У нас каждый день, считай, одно и то же. Мы выходим, если нам что-то забрать надо с онлайн-трейда, мы забираем, заезжаем за кофейком, поболтаем и едем домой. То есть по дороге можем поделиться какими-то там новостями и мыслями, но, в принципе, вокруг нас ничего нового не происходит. Это правда. И меня немножко расстраивает, что я постоянно вижу темные кадры, снимаю их и выкладываю. Всегда темно. В общем, потерпите, как бы, да, такое время. Можно и дома, конечно, записывать что-то, но вы мне просто пишите в комменты, что вам интересно. Я иногда буду что-то записывать. Ну, ты дома можешь в рабочее время что-то записывать, потому что вечером после работы мы катаемся и начинаем. Да, у меня даже что-то на этой неделе в рабочее время не особо получалось ничего записывать, потому что я очень сильно занят был, и на следующей неделе будет та же самая жесть. Устал от того темпа, типа, каждый день выпускать влог, и когда у тебя были небольшие перерывчики, ты тратил это время не на то, чтобы камеру доставать, а покушать, посмотреть там 4 минуты Воронинах и убежать. Ага, как мы сериалы смотрим во время еды. Он просто в течение дня может посмотреть одну серию, просто каждый раз выбегать, там, пописать, допустим, 2 минуты посмотреть Воронинах и убежать. Потом покушать, там, 6 минут посмотреть Воронинах и убежать. Вот так в течение дня. Все, записала свою историю, все, Катька уже какого-то блогера превратила, все записывает, каждый свой шажок, и выкладывает вам. А приехали мы в мини-ленту, и сейчас возьмем семечек, и вечерком будем смотреть сериал и их грызть. Они у нас закончились. Я еще хочу себе взять что-нибудь вкусненького попить, потому что у нас ни кваса, ни лимонадов, ничего нет. А у Манки там запасы такие, закрома. Знаешь, что я хочу? Срочно. Черверк. Нет, я хочу вкус. Очень интересная информация. Ну, это тебе, а не на канал. Я же это все равно буду выкладывать. Вот, Катя хочет писать. В магазине не получится. Так, вспоминать, где у нас семки. Ну, возьми. Где наши любимые, а? Как ты не видишь? Не здесь. А, вот. Ну, это все фигня, это не то. А ты веришь, что наши здесь есть? А я сюда заехал, потому что ты сказал. Так бы я поехал в пятерку, потому что я знаю, что они там гарантированно есть. Ну, брюшенцы, на меня, пожалуйста, не гоним. Я не всем не видовала. Нет, здесь нет. Отстой. Ну, кстати, ребят, кто-то из вас рекондауал нам эти семечки. Маршины не нашли, джин называется, с морской солью. Еще взяли гранатовый сок. Ну, еще ты стоишь как статуи. Ну, конечно, три корочки. Это андрей сыр и зелень. Это не я, Андрей. Возьми вот русский дар, если вы получите. Да, прекрасно. Она под ногами. Ну, ладно. Так еще будет. Ребята, мы уже дома, сейчас будем смотреть Ворониных. И тут случайно узнали новость, что Маша, которая в сериале еще очень сильно маленькая, сейчас-то она уже взрослая, 19 лет, она забеременела. Да. Ну, и сегодня 19,5 лет. Прикольно, да? Да, прикольно.